Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программы «Учурда» мы продолжаем следить за выборами. Уже в 8 часов мы уже будем подводить итоги сегодняшних парламентских выборов. У нас в студии член Центральной избирательной комиссии Хайрат Маматов и замначальника службы общественной безопасности МВДКР Нурлан Исмаилов. Добрый вечер. Перед тем, как начать беседу, давайте посмотрим прямое включение с пресс-центра ЦИК. Там работает наш коллега Андрей Токомбаев и Максат Лизбеков. Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, Эрмек. По данным Центра сберкома, на 18.00 по единому округу проголосовали 28,36% избирателей. Это 1 миллион 50 тысяч 163 человека. Самые активные жители Нарынской области 32,04% и Таласской области 31,8%. Самая низкая явка в Чуйской области составила 25,31%. В остальных регионах картина в принципе одинаковая. За время предвыборной агитации в органы прокуратуры поступило 68 обращений по нарушениям законодательства. Сегодня надзорный орган получил три жалобы. Как уточнили в ГП, одна касалась проверки судимости одного из кандидатов, но эта информация не подтвердилась. Еще два заявления о возможном подкупе избирателей, а также о возможном использовании административного ресурса. Сегодня в 15.50 по бешкевскому времени завершилось голосование на избирательном участке наших соотечественников в Сахалинской области Российской Федерации. На данном избирательном участке номер проголосовало 9013. В городе Южно-Сахалинске лидирует партия Бутун-Кыргызстан, получившая 76 голосов. На втором месте Ишиним 32%, на третьем Эйман-Нурук 16%. В 19.20 по бешкевскому времени завершилось голосование в городе Иркутске Российской Федерации. Там лидируют партии Атаджурд-Кыргызстан, 117 голосов, Бутун-Кыргызстан, 83 голоса и Ийман-Нурук. Ей отдали свои предпочтения 34 избирателя. А вот избирательные участки наших соотечественников в западном полушарии, например, в городах Чикаго и Нью-Йорк, открываются только сейчас. В 20.00 по бешкевскому времени закроются в 8 утра. Ряд наблюдателей отмечают некоторые трудности, которые испытывают избиратели, заполняя бюллетени. Как, например, предполагает представитель наблюдателей СНГ-россиянин Александр Башкин, происходит это потому, что не все граждане успели адаптироваться к изменениям процедуры голосования. Новая система обязывает избирателей, во-первых, сменить, оценить разницу между двумя бюллетенями, во-вторых, правильно их заполнить. А на одном из избирательных участков в Иссык-Кульской области сегодняшний день выборов совпал со свадьбой. Молодожены не забыли про свой гражданский долг и пришли голосовать. Невеста с женихом явились на избирательный участок в свадебных нарядах прямо с ЗАГСа. А сейчас я рад представить вам нашего собеседника Александр Игоревич Серавин, представитель Национального совета молодежных и детских объединений Российской Федерации. Александр Игоревич, вам слово. Сейчас вот мы с вами когда разговаривали о выборах, вы говорили, что они в достаточной степени непредсказуемы. Расскажите немножко подробнее. Ну, здесь предсказуемая у вас была точно явка, это в районе 30%, это все отмечали. И это очень высокая явка для этих выборов. А по поводу непредсказуемых результатов, это во многом за счет уникального бюллетеня, который, значит, позволяет голосовать и за партии, и за кандидатов, и где нет, собственно говоря, фамилий самих кандидатов. Поэтому непредсказуемость его будет во многом в победивших фамилиях. Потому что без фамилий я заметил, как на избирательных участках я присутствовал, то там люди очень долго раздумывали, за какой номер проголосовать. Поэтому здесь то, что партии наберут, это есть одна история. Но вот кто наберет из этих 54 каждой партии, это можно сказать только одно, что точно пройдут от всех партий, те, которые пройдут, те номера, которые совпадают с партией. Потому что этим людям, ну, этим кандидатам повезло. А вот со всеми остальными будет большая путь улица. Если вот сравнивать, например, с избирательным процессом в других странах, где вы также участвовали в качестве наблюдателей, то сравнение, в чью пользу, можете немножко вот оценить? Я могу сказать точно, что эта форма велетня, которая была принята предыдущим составом депутатов, в других странах от нее отказывались после проведения. Я думаю, что у вас тоже она на один раз. А вот то, что у вас передовым является, это система верификации избирателей на избирательном участке. Так, чтобы нельзя было никакие проводить махинации на самих пуиках. Здесь вы, я считаю, одни из лучших систем в мире, и на вас можно равняться. Большое спасибо, Александр Игоревич. С вами в эфире был Андрей Токомбаев. Но мы не прощаемся с вами сегодня в 21.00. Будет прямое включение в эфире с моим коллегой Максатом Лизбековым. Всего доброго. Спасибо, Андрей. А перед тем, как сейчас мы начнем беседу, давайте обратим внимание на видеоматериалы, которые подготовили наши коллеги о ходе сегодняшних выборов. Избирательный участок 10.53 в селе Чонгарык. Здесь в 8 утра не прекращается поток людей, желающих проголосовать на выборах парламент. На этом участке отдал свой голос президент Садыр Джапаров. Глава государства прибыл вместе с супругой Айгуль Джапаровой. После завершения процедуры голосования Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев выполнить свой гражданский долг. Принять активное участие в голосовании на парламентских выборах, так как от этого зависят будущие страны. У нас сегодня идут выборы депутатов Джорху Кенеша, Кыргызской республики. Поэтому я прошу всех наших граждан поактивнее участвовать на выборный процесс. От вашего голосования зависит будущее Кыргызстана и будущее наших детей. Еще раз прошу всех прийти на голосование. Как сообщила пресс-служба президента, глава государства после голосования отправился с рабочим визитом в Туркменистан. Садыр Джапаров примет участие в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества. В составе официальной делегации Кыргызстана министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Джейнбек Кулубаев, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Туркменистане Талант Султанов, министр экономики и коммерции Даниар Амангельдиев, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Исламской республике Иран Турдакун Сыдыков. Вчера прошло голосование вне помещения. По данным председателя Центра избиркома Нурджанша Элдабековой, в одномандатных округах проголосовали 11 616 избирателей. По единому избирательному округу 12 137 избирателей. В 9 часов утра в избирательном участке 11 42 в Бишкеке проголосовал председатель кабинета министров Аклбек Джапаров. После голосования он ответил на вопросы журналистов. Глава Кабмина призвал избирателей принять участие в парламентских выборах. Уважаемые избиратели, сегодня погода очень хорошая. Я прошу вас от имени Кыргызского правительства и администрации президента выполнить свой гражданский долг. Мы имеем право избирать, быть избранными. И любой ваш выбор мы с уважением к нему отнесемся. Мы очень хотим, чтобы вы избрали достойных своих ребят, сыновей и дочерей, которые напишут нам хорошие законы, будут защищать ваши интересы. Также Аклбек Джапаров заявил, что власти страны не вмешивались в выборный процесс. Впервые правительство Аградостана, администрация президента может с чистой совестью перед Богом и перед вами сказать, мы не вмешивались в выборы. До сегодняшнего дня никакого указания нет ни армии, ни милиции, ни медицинским работникам, ни учителям. С утра в парламентских выборах приняла участие исполняющая обязанности спикера Джорку Кенеша Аида Косомалиева. Косомалиева также призвала избирателей к активному участию в выборах и выразила надежду, что выборы будут честными. Надеюсь, что избиратели примут активное участие в выборах, потому что это действительно решит многое. Этот день определит будущее страны на ближайшие пять лет. Я верю, что сегодня состоятся честные, прозрачные и справедливые выборы, и что народ признает результаты этих выборов. Сегодня в 8 утра по всей стране открылись избирательные участки. 59 участков будут работать за рубежом. В парламентских выборах принимает участие 21 партия и 282 кандидата от одномандатных округов. Чазгуля Теева, Денис Курганов, Пятый канал. В 8 часов утра открылись все избирательные участки. И сейчас активность избирателей чуть меньше, чем предыдущие выборы, прошлогодние или до этого были выборы. Но надеемся, что увеличится количество проголосовавших до конца сегодняшнего дня, до 8 часов вечера. Почему? Потому что сейчас время зимнее, утром более чуть холодно, но сейчас, наверное, поток пойдет. Насчет зафиксированных нарушений. Да, поступают нарушения, заявления или сигналы, но таких значимых пока еще нет. Это нарушение, но бывали утром случаи по городу Бишкек, где в участках АСУ, автоматически существующие урны, не срабатывали. В некоторых участках, но это быстро мы уладили. Сейчас все участки работают в штатном режиме. Сегодня запускаем шары. Это наша сегодняшняя акция. Мы призываем граждан Кыргызской республики голосовать чисто, выбрать достойного кандидата, выбрать достойную партию, которая будет работать в интересах общества, народа. На сегодняшний день идут выборы. На сегодняшний день по городу Бишкек могу сказать, что обстановка спокойная. Есть незначительные не то что нарушения, а доводы. По поводу этих доводов соответствующий орган уже разбирается. Я проехал несколько участков, как в городе Джаваба, так и в сельской местности, в том числе в селе Барпы. Могу с уверенностью заверить, сказать, что выборы проходят с соблюдением всех международных и внутринациональных стандартов. Хочу сказать, что погода сегодня сопутствует тому, чтобы люди шли на избирательные участки. И уже с самого утра на многих участках была замечена высокая активность. Шли граждане голосовать с семьями, что означает действительно заинтересованность людей и желание сделать выбор важный, определив состав республиканского парламента. Все проходит мирно и спокойно. 19 ноября представители госорганов и все партии, кандидаты в Джалабадской области подписали меморандум. Власть пообещала не использовать админресурс и вовлекаться в выборный процесс. Партии же не подкупать голоса. Сейчас в Джалабаде все мирно. Нарушения не были зафиксированы. Хотел также поблагодарить антикоррупционный деловой совет при президенте Киргизии, потому что с ними сейчас активно взаимодействуем. Они сейчас тоже и выступают за честные выборы, и следят за честностью их приведения. И действительно работа ведется большая, то есть со всеми активистами на связи. Вот сейчас я на этом участке, а представители антикоррупционного делового совета, они вот ездят по Наринской области. Мы не зафиксировали никаких нарушений на этом участке. Все проходит гладко, в правовом поле. Мы здесь с 8 утра наблюдаем со стороны на процесс голосования. Через 2-3 месяца выйдет полный анализ того, как прошли выборы. Пока наблюдаем. Хотел бы отметить степень подготовки. Поверьте, был наблюдателем, ну и в России, в Казахстане, но степень подготовки у нас на уровень выше. Здесь есть еще категории от бюджетирования. То это я как макроэкономист сам лично это все просмотрел. На данный момент у меня каких-либо претензий нет. Но наоборот, вот пока здесь нет участников ЦИКа, я бы наоборот хотел бы подчеркнуть очень высокую организацию. Это избирательный участок номер 1327, расположенный в центре столицы. Избиратели с 8 утра приходят выполнить свой гражданский долг. Всего на этом участке зарегистрировано больше 2000 избирателей. По словам председателя комиссии Муратбека Космалиева, необходимые санитарные условия соблюдаются, что положительно влияет на активность избирателей. Мы со своей стороны стараемся создать необходимые условия для избирателей. Отвечаем на их вопросы. Стараемся на высоком уровне провести выборы. Тем не менее, возникают проблемы. У нас утром, спустя полчаса после открытия, произошел сбой в работе автоматически считывающей урны. Вопрос решили. Повторно, пока таких проблем не возникало. Сбои в работе АСУ происходили и на других участках. К примеру, здесь, на участке номер 1322, аппарат не работал больше 10 минут. В результате образовалась очередь. Ставьте в виде начало. Избиратели выразили надежду, что по результатам выборов в парламент пройдут достойные. Я ожидаю, что все такие сдвиги в сознании людей, мне кажется, уже происходят. И, наконец-то, уже люди голосуют, скажем, по совести, по выбору собственному. И надеюсь, что на этот раз действительно придут люди, которые хотят работать. Я хочу, чтобы в парламент пришли хорошие люди и развивали нашу страну. Простой народ от выборов ждет только этого, наверное. От старых лист народ устал. Я проголосовала за то, чтобы в Джогурху-Кенеш пришли молодые. Избирательные участки сегодня работали с 8 часов утра до 20 часов вечера. В выборах приняли участие 282 кандидата от одномандатных округов и 21 партия. Вот только что мы посмотрели видеоматериалы. Уважаемые гости, хайрат мне первый вопрос к вам. Буквально уже прошло полчаса. Избирательные участки уже закрылись. Хотелось бы узнать от вас предварительные данные, если есть у вас, конечно. И до этого давайте поговорим о ходе сегодняшних выборов. Как они прошли. Плюсы и минусы. Предварительные данные я сейчас скажу. Что так же, как и вся республика, члены Центральной избирательной комиссии, мы сами тоже смотрим с центрального сайта ЦИК. Потому что в 8 часов, как закрываются все участки, с автоматически считывающих урн распечатываются чеки. Выдаются всем наблюдателям по одному чеку. Обязательно с печатью заверенной, с подписью представителя УИК. И в течение 15 минут подключается модем. И по защищенным каналам вся информация без УИК, без ТИКов передается на центральный сервис Центр Сбиркома. И сразу без предмодерации отображается на сайте ЦИК. Поэтому все СМИ, интернет-издания, сейчас они буквально, я думаю, еще полчаса надо подождать. И уже предварительные итоги должны выйти. Потому что программа технического обеспечения было у нас изменено. Вот именно по смешанной системе. Чтобы вся информация у нас, как и ранее, с 2015 года выходила в течение часа. Чтобы вся эта информация, уже как предварительные итоги голосования вышли на сайт, и уже наши избиратели все видели это. По подготовке я бы хотел сказать, что были в этом году предприняты беспрецедентные шаги. То есть именно в этом году, не только на этих выборах. Потому что отмененные итоги голосования в трех городах, потом повторные выборы летом. Это отмечают, и коллеги отмечают, и ваши коллеги отмечают, наблюдатели тоже, в том числе и международные. Что это был большим уроком для всех политических сил. И также для избирателей тоже. Для всех субъектов избирательного процесса. О том, что нужно все-таки отойти от нарушений. От грубых нарушений. Именно которые портят все выборы наши. Это подкуп применения административного ресурса. Почему мы с самого начала бьем на административный ресурс? Все у нас тоже говорят, скептики тоже очень много говорили, что боретесь с административным ресурсом, а не боретесь с подкупом. Подкуп, там субъект у нас идет избиратель. Там самосознание должно было прийти. Админресурс, они сопряженные с подкупом, два нарушения и два преступления. Это считается. Потому что там есть ответственность еще по уголовной части. Поэтому здесь, как только мы снижаем админресурс, другие силы снижают подкуп. Почему? Потому что если одни политические силы или политические партии, используя власть, будут использовать административный ресурс, то другие, как они и сами признаются, вынуждены идут на подкуп избирателей. Вот видите, в чем фишка. Поэтому здесь на административный ресурс был большой упор. Именно дело со стороны властей. Объездили секретарем СОБЕЗа все регионы с активами. Когда первые встречи проводили, не верили многие, что воля президента будет о пресечении административного ресурса. Потом, когда уже прошли собрания, обращения, решения центра избирательного, решения правительства уже были, которые конкретно по конкретным лицам. Все это привело к тому, что сегодня мы видим низкую явку. Все беспокоятся с утра. Низкая явка. То есть это есть причина? Конечно. Прошлый год, октябрьские наши выборы, даже 15-й год взять, явка была более 50%. В прошлом году в октябре 56%, 56,2% явка. О чем это говорит? Сегодня мы где-то ожидаем 32. Форма-2 еще было. Да, форма-2 используем, потому что, может быть, избиратели не пришли именно по тому, что деньги не раздавали. Это основная причина. Есть такие еще причины, что многие, которые зарегистрированы в селах, например, в регионах, фактически они находятся в Бишкеке или там Солице. И из-за этого, может, они... Есть, но это небольшая часть населения. Мы эти цифры все знаем. Мы даже открывали в свое время дополнительные участки для этих граждан. Сколько мы слышали негатива за эти избирательные участки. То, что мы якобы их специально открываем под определенные партии, под определенных кандидатов. Ничего такого не было. Мы всегда хотели обеспечить, в первую очередь, Центризбургом хотел обеспечить право нашего избирателя. Но, к сожалению, прекрасную форму-2 в прошлом году все испортили. В том числе и избиратели сами испортили. Когда от 2 до 3, 2 раз перемещались с одного участка на другой участок. Вот одна женщина, которую поймали, еще раз повторюсь, 32 раза перемещалась и обманывала штабы, что сам голосует за каждого кандидата. Вот привело к тому, что мы отменили и отказались от этой формулы. Конечно, ее в другом виде нужно будет вернуть. Поэтому через время вернуть. Проработать не надо. И вот соразмерность, скажем, нарушения конституционных правов этой категории граждан, она небольшая. И с тем, что привело к прошлогодним событиям. Поэтому мы должны четко понимать и сами должны понимать, что да, у нас есть ущемление какое-то. Но она очень маленькая. Потому что многие, имеющие жилье в Бишкеке, не прописываются в Бишкеке. Недавно Джор Кенеш принял, президент подписал об узаконении. Я не знаю, сколько там тысяч участков. Мне кажется, все эти жилмассивы все узаконили. Мне кажется, скоро они уже получают. И уже некоторые получили, по-моему, эти, как и техпаспорта. И, соответственно, уже прописку. Но очень много наших родственников с регионов, которые не прописываются, потому что там имеют земельные наделы, там какие-то льготы какие-то. Они боятся, что, а если их исключить, они не получат земельные участки. Я понимаю их прекрасно. Ну, есть возможность им уже 20 лет живут, 25 лет живут в Бишкеке. Пожалуйста, есть, имеют дом, имеют. Оформлены на супругу, на детей. Нужно было это же оформиться. Поэтому это не проблема. Проблема в том, что идет непонимание еще обществом у нас. Но я думаю, это тоже пройдет. То, что недоверие к выборам. Типа за кого-то кто-то проголосует. Если бы это возможно было бы, я скажу всем нашим избирателям, что если это было бы возможно, тогда зачем раздавали бы деньги, использовали адмиресурсы. Тогда бы, как раньше, участковая избирательная комиссия протокол бы просто изменила бы все вместе с Акимом, с мэром, с ЦИКом. Никто это не делает. Это в 2015 году у нас на участке, в ОИК, в ЦИКе нет никаких фальсификаций и гарантийных. Поэтому сейчас те результаты, которые выйдут, предварительные они, конечно, но ручной подсчет у нас почти 100% подтверждает. Единственное, отсек недействительных бюллетеней, это мы всегда повторяем, его нужно обязательно пересчитывать. Потому что, возможно, галочка вышла за пределы, и автоматика она засчитала как недействительный бюллетень, а фактически это за кандидат или за политическую партию отданную ВОЗ. Поэтому количество недействительных потом при сравнении с производительным результатом АСУ и с ручным потом протоколом, все эти данные потом на сайте выходят, все эти протоколы и ручной, АСУ, и по идентификации. Все эти данные выходят, поэтому может любой избиратель посмотреть на сайте, ЦИК может посмотреть. Поэтому там разница только в том, что они действительно могут стать действительными. И кто избирательный процесс хорошо понимает, политические силы, они все понимают. эти выборы действительно отличаются от других выборов сами знаете да вот два бюллетеня и так далее вот посмотрели вот наш видеосюжет там наблюдатели сказали что некоторые избиратели там было трудно тоже они даже не понимали как надо голосовать вообще расскажите пожалуйста как вообще проходила разъяснительная работа со стороны цик действительно многие кажется не знали как элементарно проголосовать буквально да буквально я даже вчера проводил разницу работу рассказать образцы скидывал даже некоторые даже своим родственникам близким вчера объяснял я вот как нужно голосовать потому что не за кого голосовать а как голосовать поэтому за кого-то процедуру в это вчера сегодня да это же день тишины были не заагитировать вообще и мы там объясняли да конечно с утра было в некоторых местах на некоторых участках ни в коем случае нельзя говорить что много было нарушение немного поломок осу было это неправильно из двух с половиной тысяч участков там это когда мы их высчитываем это мизер получается где-то человеческий фактор там не смогли там запустить технику пошел на же участковой избирательной комиссии не все же всегда работают меняется у нас тоже есть текучка есть тоже обучать надо показывать эта техника все-таки поэтому те вот этим именно процедурные моменты по голосованию горы нигде не действительные там нужно пересчитать надо будет ручной подсчет сейчас вот ведут наши коллеги будут считать чуть больше времени уйдет конечно они мы их предупреждали мы это все понимаем нужно терпение из этой смешанной системы будущее может быть эта система поменяется но плюс в этом что что мы сегодня и видим реальный рейтинг всех наших политиков и кандидатов то есть по одному мандатному округу по фамильное голосование как раньше избиратель у нас не сможет жаловаться что там политическую партию мы избираем потом приходят совершенно непонятные люди приходят там какие-то олигархи или толстого суба приходит нет такого сегодня был шанс выбрать и по политической партии конкретного кандидата разъединительная работа проводилась на всех уровнях даже включая президента уже этот объяснял уже до саза на своих всех выступлениях как нужно проводить процедуру голосования когда три галочки надо было поставить там я думаю разобрались потому что на участке брошюры были у нас выставлены стенды были выставлены с утра вот мы нам звонили тоже активисты звонили кандидаты мне тоже на каждом участке брали под контроль соцсети мониторили мы с утра до вечера сейчас тоже мониторим члены цик прям сидим смотрим сами где какие нарушения возможно чтобы сразу в 10 минут звоним исправляем там чтобы не было нарушения никаких поэтому где-то чтобы разъяснение давали участковой избирательной комиссии я думаю исполнили свою миссию они на участке тоже сами проводили разъяснительную работу показывали как нужно было голосовать у меня вопрос замначальнику службу общественной безопасности товарищ полковник вот расскажите пожалуйста за весь период вот выборов и сегодня в том числе правоохранительные органы усиленном режиме проводили вот по обеспечению порядка в стране сегодня наблюдались же какие-то правонарушения или иные негативные явления замена сегодня тоже были нарушения которые поступали как в когор так и правоохранительные органы на данный момент у нас имеется 60 фактов зарегистрированных нарушений 68 фактов зарезонарушения если это сегодня да это сегодня только да если по регионам поделить это восемь из них за кида по городу бишкеку 24 по чусь к области 9 по городу уж 7 по ошской области 6 баткенской области 9 на рынской 3 таласской 1 высокой 1 зала бацкой области ну могу сказать что эти цифры опять же не окончательные так как дополнительную информацию могут предоставить нам еще партии в том числе наблюдатели активные граждане или представители партии и отделе кандидатов которые своевременно не смогли подать заявление обращение в органы трудных дел все эти все заявления обращения по тем или иным фактом нарушения мы также будем принимать и последующие дни в основном по каким фактам в основном было бы были обращения по подозрению в подкупе изгир избирателей о возможном применении административного ресурса о нарушении предвыборной агитации о нарушении используя средств избирательного фонда такого рода в интернете еще появляется информация что представителям массовой информации тоже как бы не затруднено получать информацию так как вот на них некие как бы непонятные как бы лица давят в этом случае вот они обращаются что представители правоохранительных органов как бы не действует в таких случаях как надо действовать из какие-то вот правонарушения все увидели человек если увидел если человек становится свидетелем какого-либо правонарушения он напрямую может позвонить если на избирательном участке то на каждом избирательном участке у нас несут службы сотрудники органов внутренних дел они к ним должны обратиться должны были обратиться в другом в другом случае напрямую позвонить на 102 а также у нас по средствам массовой информации и везде освещались телефоны доверия центральной избирательной комиссии потом координационной группы оперативного реагирования были ватсап номера оперативного группы координационной группы оперативного реагирования куда скидывались сбрасывались и поступала вся информация по тем или иным фактам нарушения а вот допустим от корр поступали информации до выборов от были лишних нарушений и так далее это все как бы обрабатывались и в итоге какие решения да вот до 28 ноября до начала выборов к гор поступило 191 обращение заявления по нарушениям выборного законодательства из них 107 были адресованы именно министерство внутренних дел инициаторы этих обращений заявлений могли отслеживать судьбу своих обращений заявлений и именно на сайте центральной избирательной комиссии там на официальном сайте есть раздел реестры там в реестре есть реестр нарушений куда можно зайти и посмотреть по какому заявлению какие приняты все там есть да все там в открытом доступе все в открытом доступе например граждан обратился в кгор его заявление зарегистрировано там сразу пишется от кого поступило обращение куда она направлена какое принято решение и дальше по действиям уже органов внутренних дел если они поступили министерство внутренних дел то какие меры приняты органами внутренних дел если они поступили территориальную избирательную комиссию то какое решение принято данной избирательной комиссии спасибо мы вернемся буквально через пару минут у нас короткая рекламная пауза Продолжение следует... 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 В этом году мы сделали капитальный ремонт, мы успели сделать это, чтобы не было, помните, нам где-то получейки печатались, вот у нас зимой, весной были, тогда мы не успели из-за финансовых своих ограниченных ресурсов, но в этот раз правительство нам выделили все ресурсы, полные программно-технические обеспечения по АСУ, поэтому максимально все отремонтировали, и к уборам были готовы на 100%. Поэтому по АСУ вообще никаких проблем нет. Надо будет в будущем, я даже уверен, можно закупить еще одну партию, поставить как запасные, поставить, если вот. Я думаю, ближайшие по эти 4-5 лет выборы не должны быть, только если по одномандатным округам, если не будут. То есть ближайшие 4 года не ожидается никаких выборов? Мы все выборы провели же, все циклы провели, два раза референдум даже провели. Эти годы мы заканчиваем. Да, мы должны закончить и уже работать в развитии социально-экономическом плане, уже проводить выборы, поэтому до Нового года провести итоги нужно подвести, даже по одномандатным округам надо все тему закрыть. И поэтому уже с Нового года уже заниматься развитием нашей страны. Кстати, еще такой вопрос о наблюдателях. На этих выборах действительно очень много было наших местных наблюдателей, плюс еще международных наблюдателей. И большинство из них говорят о наших выборах, что они состоялись более демократичные и так далее. Расскажите, пожалуйста, о наблюдателях. В этом году очень большое количество международных наблюдателей, включая все страны, которые к нам относятся, имеют интерес к нашей стране, можно сказать. В том числе и из западных стран. Да, вот из западных стран были как наблюдатели долгосрочные, так и краскосрочные по разным миссиям. Миссии практически все участвовали, включая исполком СНГ, межпарламентская ассамблея, ЧУРКПА, СТВ и ВИЧОБСЕ. Приезжают разные люди, приезжают некоторые наши коллеги, тоже члены Центральной избирательной комиссии, некоторые приезжают к нам, чтобы еще раз посмотреть наш опыт. Все им интересны именно, потому что многие страны на это не могут пойти. Биометрика плюс АСУ, они не могут на это пойти. Не хватает политической воли об этом. Прямо они и сами говорят, потому что это наши коллеги, члены ЦИК же, они из других стран. Они прямо хотят, мы видим в глазах, хотят использовать, но политическая воля руководства страны или какие-то другие особенности не позволяют это использовать. Некоторые и не хотят сами использовать, некоторые не могут это использовать еще. Потому что психологически не могут к этому подойти. Что на участке где-то или в ЦИКе могут какие-то итоги голосования где-то подменять. Поэтому международные наблюдатели в основном участие приезжают в нас. Поддержать приезжают тоже, посмотреть. Потому что прошлогоднее, конечно, это событие, когда все международные наблюдатели, в том числе ОБСЕ, тоже дало положительную оценку подготовки проведения выборов. Но вот этот админресурс и подкуп, который мы не смогли остановить, потому что не было воли руководителей госорганов и руководства страны все это полностью прекратить. Оно привело к этому хаосу прошлогоднюю. Поэтому и сама геополитическая ситуация в регионе, она тоже ставится под сомнение. Поэтому за сохранение мира и стабильности в нашем регионе тоже многие страны за это переживают. Поэтому прибыли главы миссии, можно посмотреть даже по рангам, скажем, прибытия, в том числе председатель исполкома СНГ, генерал Лебедев, тоже он оценит, что он в прямом эфире, и на встрече тоже с нами. Он очень сильно переживает именно за события, происходящие у нас. За рубежом, кстати, еще открыли дополнительные, по-моему, участки, да? Да. В этом году мы провели ряд мероприятий. Вообще, именно за последние два года для наших избирателей за рубежом создано максимальные условия. То есть, по конческому учету все оплаты мы убрали, совместно с МИДом. МИД тоже пошел. Онлайн-регистрация у нас идет. Форма-2 за рубежом действует, что она же у нас. В Казахстане действует. Кто-то там в командировке находится, кто-то работает у нас. Поэтому все условия мы должны там создать. И вот более 80 тысяч у нас было сейчас избирателей. И мы открыли 11 участков. Последний участок буквально на днях был открыт. 59 участков. А так мы открывали в Российской Федерации. 6 участков мы открыли в разных городах. Томск, Екатеринбург, Абаровск. В Соединенных Штатах мы открыли. Потому что очень много у нас граждан с хрызским паспортом, которые временно живут в Нью-Йорке, в Чикаго. В Анталии открыли, в Венгрии мы открыли. Вот сейчас в Венгрии посольство открылось. У нас тоже сразу избирательный участок мы там открыли. Вот сейчас идем тоже на сотрудничество. Поэтому максимально во всем мире мы максимально охватываем. Другое дело, могут ли они принять участие, это другое. Конечно, вопрос. Кто-то из-за финансовых ограничений, кто-то из-за отдаленности не могут. Но максимально в сравнении с другими странами, где у нас некоторые знают страны, даже для своих избирателей не организовываются рубежом участки. Мы же видим, когда выборы проходят, не все посольства открывают участки. Мы же поэтому видим, оцениваем. Поэтому здесь нужно дать именно большой плюс. И нашему МИДу тоже здесь очень огромную работу они провели. Спасибо. У меня к вам вопрос. Выборы уже прошли. Предварительные итоги буквально за полчаса мы узнаем. Потом есть такие моменты после выборов. После выборов найдутся недовольные. Не дай бог, конечно, но чтобы не повторить прошлогодних событий, что делается именно представителями правоохранительных форманов? Ну, у нас в министерстве... Вот буквально вчера я перебью вас. Буквально вчера, вот позавчера и вчера появилась информация, что были задержаны депутаты, представители, кандидаты, которые планировали насильственный захват власти, воспользоваться именно выборами. Ну, это все работа наших оперативных подразделений. Как говорится, вся ситуация, вся оперативная обстановка по республике у нас отслеживается. Все силы у нас переведены, как все знают, на повышенный режим несения службы. И, как всегда, у нас после выборов всегда находятся недовольные лица, которые начинают провоцировать, дестабилизировать обстановку, пытаться привлечь как много больше народу под разными призывами. Поэтому у нас все оперативные службы несут, как говорится, свою работу по всем направлениям деятельности. И каждый факт, он пресекается уже, как говорится, на начальном этапе. У нас сейчас есть несколько фактов, по которым сейчас проводятся следственные мероприятия. По известным жителям я сейчас вам не могу все это раскрыть. Но по окончанию всего этого выборного процесса, по окончанию расследования, все оно будет предоставлено общественности. То есть усиленный режим будет, как бы, ваши правоохранительные, ваши коллеги, будут нести до конца именно подведения итогов, да? Да, до выборного процесса, да. А, Гайрат, там предварительные итоги уже вышли, да? Да, я смотрю, сейчас здесь вот 5-процентный барьер. Да, можете как бы… Да, проходят, сейчас вот смотрю, здесь 9 партий сейчас проходят. А, даже 9 партий. Интересно, да, мы где-то плюс-минус где-то прогнозировали 6-7 партий. Просто при низкой явке все-таки 5-процентный порог же ниже же происходит. Я вот сейчас на сайте прям смотрю, в центре избирков. Ну, допустим, скажите, пожалуйста, какие вот самые… Ну, вот у нас поступило сейчас 2494 ОСУ, почти 2,5 тысячи. Вот поступило данные 81% количества избирателей. То есть обработано в более 80%? Да, да, уже 81% ОСУ. Вот, сейчас количество проголосовавших чуть больше миллиона 60 тысяч. Вот, 28-66 сейчас меняется. Ну, я думаю, по регионам сейчас пока я здесь не вижу. То есть граждане уже могут ознакомиться… Ну, сейчас вот получается, да, еще у нас здесь сколько… Буквально осталось где-то 20% еще поступит. Чуть меньше 20% поступит сейчас вот. Поэтому здесь вот сейчас лидирует Атаджурд – 332 тысячи голосов, 31%. Атаджурд – Харстан, извиняюсь. Так, потом у нас Элюмитю – 8,3%. Элюмитю. Так, у Лутербериндеги 4,66 стоят. У Лутербериндеги партия. Так, вот, Социал-демократы – 5,62%. Так, Азаттык – 7,53, 7,79 тысяч. Ищеным – 25%, 267 тысяч голосов взяли. Лентамак – 20%. Так, Иман-Нуро – 10,48, Альянс – 15,71, Бютонгрынстан – 11,85 и Атамикен – 6,12. Вот сейчас вот по вот этим предварительным я вас подаю сейчас. Интересный получается расклад. Это как бы при обработке более 80%, да? Это обработка 81% сейчас. Ага, все. А мне вот речестор говорит, что у нас буквально осталось пару минут. Расскажите, пожалуйста, окончательные итоги, когда мы можем уже увидеть и узнать, и когда уже парламент приступит к своим, ну и парламент уже приступит к своим. Ну, нам дается, значит, 20 дней для подведения итогов ОИКом у нас до 10 дней, потому что вот это сейчас вот ручной подсчет, он действительно чуть-чуть усложненный. Представляете, разделить пачки на 21, потом из них на 54 кандидата, все-таки это очень много времени занимает. Поэтому здесь не надо спешить, надо все качественно подсчитать, чтобы не было пересчета. Просто пересчет – это вообще еще хуже будет, если вдруг какие-то недовольные будут лица. Поэтому здесь вот, вот это, меня показатель радует, что здесь вот очень много проходит 5-процентный, значит, борьер, чтобы просто, мое личное мнение, борьба должна быть в парламенте, а не на улице. Это основной показатель стабильности и развития нашей страны. Спасибо, уважаемые гости. На этом наша программа подходит к концу. С вами был Эрмей Куренкеев. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok